здравствуйте вам дорогие подписчики и зрители канала меня зовут никита мы продолжаем прохождение пророчества пендера сейчас отбиваемся мы сорлеонцев более-менее растащили за последнюю серию их силы там и тут под лярдагом под белым оленем и получается у нас это очень неплохо даже как вы помните успели мы отразить штурм один который был для сорлеонцев не очень успешный и осталось здесь еще около 700 там 30 750 вражеских воинов если больше никаких подкреплений подходить не будет и нам осталось их лишь разобрать но опять же мы их не можем разобрать вот за один один единственный удар нам конечно же нужно бы их разбивать за несколько ударов интересно да тут еще еще подмога пришла еще пришли подкрепление конечно иначе здесь уже и более 700 вражеских воинов и кстати что интересно по отдельности сейчас они от нас бегут это здорово даже по-своему быть мы сейчас и от замка отгоним если что я забыл когда передавал лорду как он там титус по моему так его звать да как за лорду правильный на 1 если на русский опять же переводчики были быть не знали об этом но вот эти вот всякие окончания типа и ус у нас все-таки на русский принято укорачивайте то есть лорд тит опять же если к к римским истокам возвращаться к латыни я тоже небольшой специалисту может быть мне кто-нибудь и оспорит так передать часть войска отдать легионеров совсем забыл как раз у этого имперца не лишними но мы себя дружище покинем что же здесь за группировки барон годрик барон алфрид ну и остальные там уже поменьше побольше кто как но все же против любой из них по отдельности если мы без проблем разобьем то уже пару этих даже не пару где-то 3-4 такие группировки представляют уже определенную для вас опасность но все-таки наброситься они не решаются боятся и вот постепенно постепенно часть сил отделяется давайте попробуем их гнать возможно удастся их в неудачную для них положение погнать возможно и нет вроде бы вроде бы они снимаются с нажатого места едут дальше нам конечно же принимать бой вот этой в лесистой местности крайне невыгодно потери наши будут опять же слишком велики но вот эту группировку мы к сожалению увы и а добра догнать не можем ребята слишком слишком шустрая ладно пока эту группировку мы догнать не можем давайте поступим следующим образом мне хочется сохранить я сохранить все таки скуку хоть сколько-нибудь рейнджеров серебряного тумана то есть съездить в марлеон там часть бояк разбудить забрать собой же побольше там лучников но алирдак а стойте алирдак мы наверное не успеем спасти не давайте попробуем давайте не будем прям уж так свешивать лапки давайте попробуем вещевого обуза у нас пока что еще хватает я немножко часть пищи набирал небольшое количество там у квиксена продавая большое количество того снаряжения которое мы в боях захватили и там в купол в часть наших свежих говядины и свинины курятины что мы когда-то ему сдавали но оказался на полезный пускай она была уже не самая самая там свежая но в пищу сгодилось ребята и умели только так принципе вот и если где мы можем с этой группировкой пиццы так это вот возле деревьев деревню то есть деревне вообще не вопрос выдело что возле деревни они нифига и не дадутся но в принципе если вот отдельные группа вычленять на вроде вот этой у нас уже очень хорошие шансы получается с учетом вот этого еще сражения все здесь все воинство можно здесь даже и вообще не вмешиваться в принципе мы тут уже часть отделили и в принципе против трех этих армии мы в состоянии вы стоите выступить и сразиться отлично эту армию мы догнали давайте разбираться так ребята нет лучники все ребята все ребята стоят там пока что именно так пехота если есть давайте давайте сюда да конечно конечно дружище только так ты маркой будешь попадать стрелять а конечно же он только так тебе и отдастся ему же больше заняться ничем вернуть кстати давайте наши спутников наших отведем обратно с этой вражеской группировкой конницы сражаться нет никакого смысла все таки ученики стоят высоко подняться добраться до них это целая проблема но отсечь там самых ярых претендентов может сам в состоянии так давайте мы сейчас попросим пехоту нашу спешится не помню какая то кнопка давайте f6 ход спешится давайте ребята они пытаются тут там залезть то там то здесь на даче им конечно не видать пехота 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 вон туда вот не надо в атаку нет никакого смысла отправляться в атак когда у нас столько лучников готовых и изничтожать противника еще на подходах вау 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 так ну давайте лучников и форма отправим в атаку чтобы кто за холмом стоял чуть вперед прошли и отработали вражеским застрельщиком до упора лучников у нас конечно мама родная 266 всей группировки сейчас никому не позавидуешь тякс лучник пендера берем пехотинец пендера берем воин билл воин даже есть отлично берем алибардер чуть местов нету сейчас сейчас найдем места давайте от пехотинцев откажемся возьмем уллибардера сарлены возьмем сквайра бродягу найдем куда его отправить пехотинцы это здорово но боли ладно давайте без сквайра бродяги обойдемся так так уж и ладно так уж и быть так уж и теперь надо будет только немножечко помочь но удар сам сколько сейчас если это подключится барон годрик эльфы не справиться сами нам будет помочь ну и ладно давайте мы подключимся в принципе он у ноутеров все шансы есть на то чтобы справиться самостоятельно но мы же давайте отступим пока что формально до упора хотя пехоты ему до пехоты есть сделаем так можно вот как 5 всех всех инородных членов я его я не знал что удар то идет мамочки родные боли так бездаром подставиться ну ладно давайте просто поглядим за сражение как она у нас пойдет кавалерии много я что-то увидел что парень только этот копье перебрасывал на левую сторону но я еще как-то был не готов совсем что он именно удар нанесет поскольку копье-то как-то и вяло немножко висела с одной стороны кстати в этом есть какое-то некоторое преимущество и дополнительный кайф посмотреть на все это с некоторого отдаления они только самые гуще битвы не сокраина в том числе а вот так вот очень и очень даже приятно еще было приятнее посмотреть за работой рыцарей нолдеров если бы они так страшно не тупили и не бросались самую кучу врагов при этом как-то беззастенчивый и беззащитный сожалению плавно плавного хода камера нет видите она так угловато идет с этим ничего нельзя поделать но в общем неплохо раньше еще камера была сделана еще хуже то есть тому такие круговые движения мыши вообще не были предусмотрены то есть только на кнопках при этом на кнопках вспомогательной панели цифровой это было так неудобно что ну то есть какого-то такого удовольствие от этого режима его используя получить было никак не можно отлично отлично наши вояки забедили мы празднуем победу и всего на все один убитый один ну наших союзников и ноудовцев чуть побольше но результаты радуют даже без участия марка все сложилось как нельзя и отношения с нулдерами уже практически до максимального размера выросли к сожалению только оба барона сбежали так кого можем нанять авто скорее кого мы даже можем выкинуть придется наверное кого-то выкидывать и наверное почти ух я же забыл но же еще эти есть лучников самых простых и легких придется от них отказаться взять сумречных владык мечников пендера война ванс керри а блин а место то мало чуть я уже начал всех подряд набирать мечники пендеры погодьте воина ванс керри тоже погодьте успеется так есть хотим соборку одна штука ну как то одной штука не интересно и есть пехотинец пендера не очень интересно верно рассвета ладно давайте тем не менее возьмем и тяжелого пехотинца баркла и и верно рассвета в общем то неплохие сильные войны мечники мечники пендера или войны ванс керри в общем то можем взять и тех и других можем даже еще одного мечника чар с собой прихватить лишним не будет но больше больше не лезет уже никто увы ах да я вспомнил еще один еще один вопрос или совет который вы мне давали это переключить если собираюсь за счет пленников зарабатывать то переключить все там войска на тупое оружие там заморачиваются соответственно с как называть собственными спутниками выдавать им там тупое оружие как один из вариантов либо выдавать команды своей армии использовать только тупое оружие там допустим для добивания части противника или еще как-то вообще посреди боя чтобы больше было пленников но на самом деле ребят в общем пленников сейчас хватает но если уж не за глаза то как минимум просто хватает и как-то на этом особо заморачиваться не хочется свое оружие тупым какой-то тупое там выбирать в качестве запасного тоже не хочется меня лук более чем устраивает но брать еще вдобавок тупое оружие которое будет хуже твоего меча какой в этом вообще смысл давайте подождем пока нолдер не подключится все и полностью что на собственными силами воевать поменьше ну и сейчас уже добьем сарлеонцев эту группировку у нее какой все прикол нет 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 не так все стрелять по готовности и все все в атаку все без исключения в атаку поскольку мне больше как-то импонирует именно эффективность бою оружие а не какая-то и в этом сердце стратегическая обоснованность в рамках mountain blade и что тут марка два подряд момента закосячил бездарно получил две плюхи по левому одну штуку и вторую по правому борту на пользу никак не пошло сейчас был близок схлопатать еще одну может выплатывать уже никак нельзя как бы нам этого не хотелось эх до чего же хорош конь духа чего же наш верный помощник отлично справляется своей задачей даже в самых критических ситуациях разбрасывает врагов как надо наносит очень большой урон освобождает нам руки нам конечно не высвобождает но облегчает жизни это уж совершенно точно это сейчас было опасно так на алибардера сарливана вылетать а это не алибардер сарливана вроде бы или у него какая-то просто какой-то шлем другой это был ветеран район терна просто тоже с алибардой ну и что у нас потерь нету у союзника потери опять трое убитыми при этом это благородный рыцарь ринолдера которые врываются опять сдуру в стан врага текст блин хи никого теперь не взять можно разве что выкинуть самых самых-самых-самых самых-самых например воинов в анскере тяжелый всадник пендера сквайр пендера берем кстати тут много уже достаточно благородных пленников пендера попадается рекруты и тяжелые пехотинцы и бронирные лучники и заместо лучника давайте возьмем бронирный лучник пендера да можно можно было кого-то взять надо места только сначала освободить иначе никак а донджа о ручте доди to our bookish medic are you saw for like him up to get information about his маленькие караваны для будущих рейдов. Замечательный голос. Какой у нее? У нас все осталось от одного, который улетел из войны, улетел из-за защиты? Были ли вы? Будьте осторожны, с которым вы назвали Ковард, чтобы его назвать тебе! А мы же, мы же, куда нам теперь отправиться? Олень свободен или Рдак свободен? Ну, давайте, как и планировали, заедем в Марлен. Сгрузим, наверное, и алибарщиков, сгрузим и рейнджеров. Серебряного тумана нам они сейчас более не надобны. Задачи они справились, мы с задачей справились, и все получается как нельзя лучше. Единственное, что не лучше получается, это вот такая вот смета, которая застала нас в пути, но, с другой стороны, это не смертельно. А вот что приятно, так это, теперь у нас поступление, идущее из Ларии шерстяного цеха, из двух мельниц с Орлевани в Марлен, и еще из одного шерстяного цеха в Авендоре. Давайте посчитаем хотя бы суммарную прибыль с наших производств. 648 плюс 600, соответственно, 1248 плюс 378, это получается, ух, как бы не соврать, 1548 плюс 1618, 1626 и плюс 402, получается 2028 динар, если я правильно посчитал, а голова у меня уже сейчас гудит, и совсем никакая, поэтому не могу ошибаться. Сейчас ренты нету лишь с Марлиона, что неприятно, но в целом у нас уже прибыль неплохая. Две этих тысячи плюс, если посчитать ренту с Марлиона и ренту из пошлинных с Ларий, то у нас получается уже доходность в размере... Сколько тут? 1100... 3159 плюс... 3... 3162 плюс... 3... 6152 плюс 600... 6652 плюс 2000, что мы там уже насчитали с копейками, это получается 8000 доходности. Ну что ж, неплохо. Неплохо с учетом того, насколько мы уходим в минусы, и с учетом того, насколько у нас сейчас дорогостоящая компания была в пути, получилось очень даже неплохо, и денежку мы заплатили не такую уж и большую. То есть, если бы мы сейчас всю эту группировку держали в замке, то мы бы обошлись, я думаю, где-то и 15-ю, а может быть даже и там 14-ю тысячами динар оплаты. Ворона 1 красный меч из королевства Сарвен совершил набег на Перн. А, он уже ограбил. Тьфу ты ну-то. Я думал, Перн только грабится. Только начал. Как я ошибся. Так, давайте фермерам поможем. Эх, не успели. Или фермеры бежали? Я не понял, или все-таки они сейчас попали в плен? Еще и рейнджеры Серебряного Тумана у них в пленниках. Какой позор. Ладно. Мы пока что... Опа! Вот это что? Королевские рыцари против Красного Братства. Нет, тут помощь не нужна рыцарям, они и сами. Или нет? Ну ладно, будем надеяться, что они справятся, а там... Как смогут, не смогут. Барона Гайдена мы можем отпустить за 5300. Да, это... Это предложение нас устраивает. Также... Также давайте займемся размещением гарнизона. И для вас я его пропущу. Покажу уже финальный результат. Итак, ребят. Дело сделано. Все пленники отданы. Больше никто нам не отягощает место среди пленных. Также... Блин, и что-то прям... Прошло на самом деле много времени. Наверное, минут 20 я тут сидел, разбирался, долго втыкал, что и как сделать. Но, по сути, на самый верх запихнул наших тут новоявленных набранных вояк, которые нам надо кому-нибудь отдать из наших вассалов. Ну, если никто не найдется, никто не встретится по пути, то они должны доблестно принять на себя удар в битве. И, по крайней мере, в первых же рядах выступить. Ну, а потом мы взяли абсолютно всю кавалерию, вытащили. Плюс, взяли с собой немного воинов на подготовку. Не с самого дна. То есть, мы сейчас будем не с рекрутов, но обранцев начинать Пендера и Сарлюна. А некоторым таким образом пройдемся уже с более верхнего ряда. Прокачаем там вояк немножко. Тут их сколько? Пять десятков, да? Чуть-чуть, наверное, побольше. Это, как мне кажется, не будет лишним. Также не будет лишним, например, набрать молодых западных дворян. Они будут, наверное, очень даже не лишними. Пускай они у нас пойдут таким образом. Ну, а сами что мы будем искать? Кого? Может быть, имеет здесь смысл помочь? Нет, наверное, не имеет. В принципе, у нас скорость сейчас должна быть более-менее приемлемая. Я так думаю, порядка шести единиц. Нет, все-таки, все-таки очень много пехоты. Но, тем не менее, скорость гораздо выше, чем была. И почему-то рыцари, рыцари дракона основательно огребаются. Давайте все-таки поможем им. Попытаемся им помочь, иначе королевские рыцари падут. Конечно же, никакой чести с этой битвы мы не получим, но не ради чести мы в нее вступаем, а просто для того, чтобы помочь. Хотя, казалось бы, помощь не нужна. Вот как эти ребята могут рыцари дракона, вот что они им вообще могут сделать, я не представляю. У меня это что-то такое безумное. Безумно нереальное. Это три дракона должны были этих ребят просто в хлам разбить. Так, грабитель нет, грабителя мы в плен брать не будем, беженцев. Ну, давайте, давайте возьмем одного беженца, хуже не будет. Ой, единственное, что вот я чего забыл, у нас же сейчас еды нету от слова совсем. Вот это действительно печально, надо как можно скорее вернуться в Марлен. Так, припасы, в первую очередь, продаем все лишнее. Единственное, о чем я забыл позаботиться, так это о припасах и при этом припасаться. Ну, давайте припасемся с запасом. Хотя, стоять, 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 на такую небольшую группировку, в принципе, должно хватить и вещевого обоза одного лишь. Давайте попробуем поговорить с нашим сыном Шалем. И, кстати, у него, по-моему, было как-то для нас даже задание, или по крайней мере просьба прибыть. Нам необходимо пересмотреть некоторые попрошения о новых торговых маршрутах. К нам поступил запрос от представителя торговца, чтобы вам, чтобы вы разрешили их дворян, группе их дворян, проложить новые торговые пути из Викавии до нашего города. Но торговля в любом случае хорошо и... Ну что ж, хорошая идея, хорошая идея, давайте им разрешим. Так, каким-то образом сына Шаль удается неумело оскорбить торговую делегацию, они уезжают в ярости. Ну что ж ты поделаешь? Ну, тем не менее, ладно. Попытка не пытка, к сожалению. Результат получился не самый такой, какой бы нам хотелось бы увидеть, но тут уж ничего не поделаешь. Разве что стрел себе мы возьмем, вот это поделать можем вполне. Так и масло, наверное, имело бы смысл продать. Что мы попробуем повернуть. И, кстати, шлем рыцаря тоже я знаю кому отдать. Кому отдать из наших спутников. Это у нас будет Адонжо. Давайте ее только обнаружим. Адонжо. Вот она. Конечно же, этот шлемак тоже неплох. Закрытый бы ценит Сарлену, но вот этот шлем лучше всех. Пускай он бывший Марков, но не страшно. Лишь бы он Адонжо защищал, прикрывал. Ну, в общем-то, добротный шлем. Так. Теперь продаем все ненужное. Включаем масло, кстати, по хорошей цене продаем. И с Анашалем поговорим еще разочек. Собственно говоря, пребывали там немножко не для того. Так. Военную комнату, вещевой обоз. Да, спасибо. Спасибо, пока что это все, хотя... Нет, это все-таки... Все-таки это все. Так, Алиса, какие у нас есть предложения по сплочению королевства? Нет, пока что с королевством все тихо, спокойно. Пока что все очень даже неплохо. Ну и, значит, не будем париться по этому поводу. Тем не менее, давайте все-таки припасами. Ну, по минимуму закупимся все-таки. Совсем не закупаться было бы опрометчиво. Хотя бы вот так вот. Хотя бы вот по самому-самому минимуму. Вот так. Как один... Чё? Это чё сейчас произошло? Как так? Ребят, вы видите? У Марка сейчас группировка лишь его собственная в один... Как... Блин! Ребята... Я тут... Кучу хренового тучу времени потерял на том, чтобы эту группировку все перекинуть. Сейчас произошел какой-то баг, после которого у Марка в отряде осталось всего-навсего 11 вояк. Блин, вот это западло, ребята. Вот это реальное западло. Блин, с этим ничего нельзя поделать. Может быть, это вот после задания произошло. Я уж не знаю, из-за чего именно. Но... Блин. Ребят, давайте, наверное, Несмотря на то, что серия получается корявая и короткая, в общем-то, Ничем особо не примечательная, Тем не менее, давайте мы её сейчас закончим, Поскольку ещё одного такого перебирания в ближайшее время я не выдержу. И... Увидимся в следующей серии. Прошу прощения, что она вот такая получилась, но... Какая уж есть. Большое спасибо за внимание, увидимся в следующих сериях. Счастливо вам. Пока-пока. Пока-пока.